В странах Евросоюза продолжает усугубляться крупнейший за последние 50 лет энергетический кризис. Как сообщает Bloomberg, он может стать началом катастрофы. Для сохранения поставок энергии в дома странам ЕС придется очень умело балансировать между спросом и предложением. Им предстоит принимать трудные решения, чтобы снизить ущерб от грядущей зимы, говорится в материале. Отмечается, что для жителей некоторых стран ставками в этой игре из-за холода станут жизнь и смерть. Правительство Евросоюза призывает экономить газ и выставлять термостаты на крайне низкие значения. Но люди вынуждены замерзать не из-за призывов властей, а потому что у них нет средств, чтобы оплатить за предельно высокие счета. Как отмечают медики, температура в плюс 13 градусов способна вызвать проблемы с сердцем, а для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями она практически смертельно опасна. Сейчас показатели в домах европейцев не превышают отметки в 16 градусов. Эксперты Центра развития энергетики считают, что Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму. Только при благоприятном совпадении двух факторов – мягкой погоды и стабильно высоких поставках, ей не придется предпринимать меры по искусственному сокращению спроса на газ. Если предстоящая зима не окажется существенно теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок не будет возможности накопить необходимые запасы. Гласно прогнозам гидрометеорологов, очень суровой погоды зимой не прогнозируется. Но в то же время не ожидается и потепление. Температура будет держаться в пределах нормы. А это означает, что потребуются такие же запасы газа, как и в предыдущие годы. Но их не предвидится. Страны Европы стали отказываться от энергоносителей из России в рамках антироссийских санкций на фоне проводимой спецоперации на Украине. Попытки заменить российское топливо привели только к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии и продуктов. На фоне подорожания горючего промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, многие государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.